Вот здесь вот у вас есть какая-нибудь вилка или ложка металлическая? Саша, есть у нас вилка или ложка. Наша ложка. Вот смотрите, есть такой момент. Ну хорошо, давайте сначала вот это вот используем. Это действительно ложка, которую мы только что достали из шкафа. Я вообще уже начинаю быть скептиком. Скептиком, да? Да. Ну хорошо, мне очень нравится. Потому что когда на расстоянии полметра я вижу вообще вещи, которые мне говорят не то, что я вижу. Окей, я сейчас попробую сделать так, чтобы вот эта вот ложка стала максимально мягкой. Попробуем, получится у меня это или нет. Попробуем. Смотрите, если вот так вот прилагать небольшое совершенно усилие, она начинает, видите, сгибаться и подниматься. Совершенно легко, без нажима, и мы видим, что она же немножко поднулась. Да, я вижу. Верно. Наталья, мне понадобится ваша рука. Так, нет. Пожалуйста, значит, правой рукой указатель пальчиком вот здесь вот прижимаем. Так. А левой рукой легонечко-легонечко, вверх-вниз, вверх-вниз, трем. Да. Это что, происходит со мной, действительно? Я вообще... Не упускай этот момент, Наташа. Это вообще, я просто, я первый раз вообще вашей ассистенткой работаю. Отлично. Обалдеть. Да, то есть всё происходит очень медленно, вы сами ощущали вот эти вот моменты все. Но она же холодная, она же не тёплая. Да, я не знаю, почему люди считают, что вот ложки, которые гнутся, начинают греться. Насколько реально вы его что-то... Ну, сейчас попробую, насколько это возможно в условиях вот этого помещения и с учётом вот этой вот ложки. Видите, она мягкая становится, буквально как пластилиновая. Знаете, что самое сложное в этом трюпе? Не знаю. Это разогнуть ложку. Попытаюсь это сделать. Наташа, я хочу, чтобы сейчас вот этот вот трюк происходил буквально в ваших руках. Ещё раз руку сюда. Зажимаем. Обалдеть, удиви меня. Так, чуть-чуть, чуть-чуть слабей, чуть-чуть слабей, ещё слабей. Вы, Наталья, чувствуете, как металл мягким становится? Это не особо. По сценарию должны были сказать, что, конечно, чувствую. Нужно было предупредить. Хорошо. Открываем руку. Это что, я сделала? Да, это с помощью вашей энергетики, она буквально штопором свернулась. Обалдеть. Это вам на память, она заряжена. А её уже не выпрямить? Нет. Мы будем сейчас кофе пить и всем давать эту ложку. Говоришь, ты её рышков. Я могу здесь оставить автограф, да, и она будет заряжена вашей энергетикой. С моим автографом она будет бесценна. Классно. А вдруг потом, да, много лет спустя, много лет спустя, я скажу, а у меня есть ложка известного иллюзиониста. Она будет эксклюзивной в мире, никогда ни у кого такой ложки уже не будет.